Объекты Министерства обороны во время передачи их собственность муниципалитетам, как будто после бомбардировки. В таком состоянии их передают местным властям. Последние жители отсюда выехали перед Новым годом. В течение двух месяцев за пустующими объектами присматривали. Но вандалы нашлись и на эти здания. Вынесли всё, что представляет ценность – арматуру, чугунные ванны и железные предметы. Сейчас нужно всё это восстанавливать. Но здесь же далеко, здесь никто ничего. Выбрасывали, как мы потом уже посмотрели. Вот через окна. В наследство округу в Корфовке помимо земель и пятиэтажного дома достались склады, гаражи, котельная, казарма и ещё несколько других зданий. Чтобы привести эти объекты в нормальное состояние, потребуются серьёзные капиталовложения. По подсчётам, только на восстановление дома. А это водоснабжение, канализация, электроснабжение. Необходимо порядка 35 миллионов рублей. У нас и акты есть при передаче. Часть зданий вообще сразу снести. Часть может попробовать реализовать на аукционе и найти сейчас наша задача именно инвестора. Инвестора найти, чтобы, например, здесь можно было заниматься растеневодством. Мы специально здесь держим около тысячи гектар земли нераспределённой. Приоритетными направлениями для использования земель и объектов станет переработка молока, так как почти все местные жители держат коров в подсобном хозяйстве. Варианты растеневодства также приветствуются. Для улучшения транспортного сообщения в ближайшее время планируется заасфальтировать дорогу до Пуциловки. Здесь нужно вот именно ввести новые технологии, ввести новую технику и получить хороший урожай, чтобы инвестор тоже не сбежал. До лета все необходимые здания восстановят, а те, которые в аварийном состоянии, снесут. Также в плане развития села здесь будет построена погранзастава. И сейчас рассматривается возможность переселения людей, которые увеличат численность населения. Ведь в Корфовке есть необходимые условия для проживания. ФАП, магазин, отделение связи, школа и отделение детского сада. Надежда Якушенко, Игорь Антонов, Телемикс.